Да, может быть вам даже не размер, а вот одна-вторая очень хорошо. Я одной-второй чаще работаю. Это просто здесь у меня три восьмых. Да, на вторую работу будет больше. Но я ее в основном просто беру, когда я на рецепт сишью, потому что в боковых участках три восьми, они не проходят между зубной промежуток. Они приходится несколько раз вот эти движения очень много делать. Мы же все-таки снимаем эти швы, но ничего там не смещается в этот момент? Или просто дольше ходим? Потому что не в это врезается. 14 дней. 14 дней и убираем. И спокойно. Ну то есть даже в случае трансплантата через 14 дней. 14 дней и все уже. Потому что некоторые акторы считают, что все-таки трансплантат должен подшить быть резервируемой нитью, которую мы не трогаем. А мы ее не снимаем. Так а как вы ее снимете, она же у вас внутри под лоску там? Ну а вот эти все крестообразные. Вы же в принципе одной нить ушли. Все, одной. Или у вас не рассасывающаяся нить? Она же тут рассасывается. Но она же не говорится только рассасывается. Вы же снимаете швы. Я швы снимаю только те, которые снаружи, а внутри да я не снимаю. Как я залезу под лоску? Нет, это я все понимаю. Но вот тот в преддверии тоже нить, которая резервирует. Чем она мне мешает? Она на 21-й день начинает резервироваться. Я просто, честно говоря, жду 14 дней и не хочу раньше встречаться с пациентами. Что мне там слушать про эти отеки, еще что-то там, что им больно. То есть на третий, пятый, там седьмой день никто никого не приглашает. Нет, конечно. В лучшем случае на седьмой, если у меня какая-то была сложная операция, я в чем-то не уверена и у меня есть сомнения. А так 14 дней, пусть они все гуляют, отдыхают. Они и так умудряются позвонить, написать сейчас ночью смс какой-нибудь или еще что-нибудь. У меня все хорошо. Забивать мне голову. А если такая ситуация в боковом отделе, а нет кератинизированной десны, начинается сразу с подвижной. И плюс еще тяжно. Вести булопластику делаем. А как создать кератинизированную часть? Подсадка плоской или садкой слабоцкой? Ну есть два метода. Один получается открытый метод, да, с пересадкой свободного десневого трансплантата, созданием прикрепленной десны. И есть второй метод закрытый. Этот метод показан при больших вот таких протяженных дефекте, когда вы ограничены забором свободного десневого трансплантата. Ну сколько вы, Максим? Он не встретит вот такой, сейчас можно. Ну, его очень мало, да, все равно. Потому что у нас иногда бывают дефекты, например, вот клыком нижним, там, в четвертом сегменте ограничиваются зубы. Дальше агентия. Где его взять-то? А можете рассказать, как он произносит? Вот, я сейчас это и делаю, расскажу, да. И бывает, что не взять, бывает, что и вот этих-то вообще не нарезать, эти ремешки. А это же растоматрофия, она нижней челюсти такая, наверху, это тоже ничего радостного там нету, как правило. У меня ассистент всегда прочитала, наконец-то, мясо первые за пару недель. Потому что все время его нет. Я не знаю, где все время картинки показывают, что там, насколько-то все трофичные. У меня такие же все трофичные. Так вот, как вы говорите, туннельные, да, какие-то там? Не отслаиваясь? Подождите, я ничего из этого не говорила сейчас. Вы говорите, тогда мы вести полопластику по-другому делаем. Я рассказала сейчас про открытый метод. Классический, когда рассекаются муко-генгивальные границы, ослаиваются мышцы и слизистые лоскуты со стороны щеки, подшиваются к надкоснице, устанавливается особо донесневый трансплантат на гребень, да, на принимающие лужи. И потом все эпитализируется, ушивается и так далее. Есть закрытый метод, он разработан для протяженных, больших очень дефектов. Выполняется он таким образом. Но это делается с медом, а до имплантации, до всего. То есть, когда мы еще все планируем, мы хотим создать этот участок, да? Ну, можно и в процессе делать это, в общем, не возбраняется. Смысл там такой. Делается разрез посередине гребня на всю протяженность нашего дефекта, который нам нужно, да, увеличить преддверие и объем создать прикрепленный десней. Отслаивается полнослойный лоскут. Вестибулярно слегка отслаивается лоскут, тоже полнослойный, в язычную сторону. Мы говорим про нижнюю челюсть. Это конкретно для нижней челюсти. И перфорированная твердая мозговая оболочка укладывается туда, на гребень прямо. Заводится орально, подшивается орально к лоскуту, к слизне-кастичному, п-образными швами. Укладывается на гребень вестибулярно, закрывается сверху лоскутом слизне-кастичным, зашивается непрерывным швом по гребню. И накладывается несколько прижимающих крестообразных швов к надкоснице через твердую мозговую оболочку. Формирую таким образом и преддверие новое, и создавая необходимый объем, прикрепленный диснеем. Я сейчас нарисую тогда. Нарисую, значит, мозговарную часть ушивается. Конечно. Она всегда ушивается полностью. Вид сверху. Нарисую два вида. Вид сверху или сбоку. Разрез посередине. Вот это мы полнослойно все отслаиваем. Ну, здесь, если нету вообще прикрепленной дисне, да, когда вот сразу, как от гребня, начинается сразу слизь, собственно, слизистая, по сути, вы просто отслаиваете то, что вы можете. Какая-то тут будет слизистая. В основном случае подвижная. Ну, мы напишем, что это полнослойный лоск слизистой надкосничный. Да, это вестибулярная поверхность. Вот это оральная. И отслаиваемся сюда. Можно здесь для удобства небольшие какие-то такие в пределах гребня сделать маленькие надрезики, просто чтобы вам было комфортно. Сюда устанавливается... А тут вертикально есть разрезы? Да, вот. Да, есть. Два. Вот, раз и два. Два, да. По-любому два. Да, это все разрезы. Все, что зеленое, вот это иллюминистрировающее, это разрезы. И вот на где-то с полтора сантиметра, на 15 миллиметров. 15 миллиметров. Вниз заводится сюда твердая мозговая оболочка перфорированная, перфорированная, регидратированная в крови или физрастворе, с чем вам нравится. Она заводится сюда, и вот здесь вот она фиксируется двумя-тремя, в зависимости от протяженности дефекта швами. П-образная, они будут, у вас будут язычные. Язычно вошли в кол, вышли, тему петлей зацепили, вошли, вышли обратно язычно, вышли, завязали бантик. Все то же самое здесь. Пожалуйста. Завернули ее вестибулярно, никак ее там внизу подшивать не надо. Положили лоскут, закрыли его непрерывными швами, обмёточными. Ушили вертикальные разрезы, начиная опять же с опекальной их позиции. Вот эти швы субноткостичные все будут всегда. Здесь вы сшиваете просто эпителий. И накладываем несколько крестообразных швов прижимающих. Наша цель настолько плотно прижать твердую мозговую оболочку гребня, а сверху будет надкосница у вас.